В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства чествовали ветеранов, которые 30 лет своей трудовой деятельности отдали коммунальной сфере Ильичевска. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону коммунальным предприятиям УЖКХ выделено около 50 тысяч гривен на замену старой электропроводки в жилых домах города. Во дворе дома номер 3 по улице Труда упал старый клён. По счастливой случайности никто не пострадал. В летнем зале культурно-делового центра Ильичевского морского торгового порта состоялся дебютный концерт работника порта, певца Алексея Кривоносова. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Коллектив горжил управления по праву может гордиться тем, что здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. У некоторых работников коммунальной отрасли вся трудовая биография связана с жилищно-коммунальным хозяйством. В среду руководство и сотрудники городского управления ЖКХ чествовали ветеранов, людей, которые 30 лет посвятили работе в коммунальной сфере Ильичевска. Когда город только начинает просыпаться, рабочий день дворников городского управления жилищно-коммунального хозяйства уже в разгаре. С раннего утра в любое время года и в любую погоду труженики городской коммунальной сферы уже на посту. Практически каждому дворнику в течение дня предстоит убрать от 3 до 5 тысяч квадратных метров закрепленной территории. В городском управлении ЖКХ есть сотрудники, которые не просто добросовестно выполняют свою работу, а делают ее с удовольствием на протяжении не одного десятка лет. И это относится к людям многих профессий коммунальной сферы. В среду ветеранов, которые проработали 30 лет, чествовал коллектив горжилуправления. Почетными грамотами и денежными премиями за добросовестный труд награждены бригадир слесарей сантехников Анатолий Баханов, паспортистка Наталья Подмосковная и дворник Елена Дымович. По словам Елены Яковлевны, ранние подъемы и физический труд сполна вознаграждаются и признанием коллектива, и благодарностью жителей. Встаю в 4 часа и прихожу на работу, и начинается, чтобы было чистенько, красиво, уютно. У меня люди очень приятные такие, и чистенько не очень мусорят. Вот жильцов, они благодарны мне, что я убираю утречком чистенько, выходят на улицу уже чисто, приятно, и радость приносит. А как же, обязательно. Сотрудника с многолетним стажем работы руководитель предприятия считает визитной карточкой коллектива. Я рад за этих людей, я рад, что я возглавляю это предприятие, где работают такие люди. Они буквально с разницы в месяц отработали по 30 лет на одном предприятии. Даже больше того, не только на одном предприятии, а в одном ЖЭКе. В одном ЖЭКе 30 лет сантехником, дворником, паспортисткой. Это достойно уважения. Вот на таких людях и держится коллектив. Постоянные кадры – это основа хорошего трудового коллектива. Это как нельзя лучше доказывают ветераны ГУЖКХ. У нас много таких людей. Больше 30, больше 20, больше 10. Это, еще раз повторюсь, очень прекрасно. Стабильный коллектив. В каждом жилищно-эксплуатационном участке трудятся люди почти десятка специальностей. Это слесари и дворники, печники, бухгалтеры, озеленители. То, что в Ильичевске чистые улицы, благоустроенные дворы, теплые дома – это во многом заслуга простых работников городской коммунальной сферы. А сейчас официальное поведомление. Виконавчий комитет Ильичевської міської ради прийняв рішення про готовность комунальних підприемств до роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 років, у якому, розглянувши інформацію начальника комунального підприемства, міське управление житлово-комунального господарства Ильичевської міської ради, керівників комунальних підприемств «Лючівсь теплоенерго», «Лючівськ водоканал» та інших житлово-комунальних об'єктів і організацій міста, виконавчий комитет Ильичевської міської ради відзначає, що з 15 квітня 2014 року розпочата робота вищезазначеними підприємствами по підготовці житлово-комунальних об'єктів міста до роботи в осінні-зимовий період. По комунальному підприємству міське управління житлово-комунального господарства Ильичевської міської ради начальник Сергій Миза. Відповідно до розроблених та погоджених графіків підготовки систем центрального опалення до роботи в осінні-зимовий період відремонтовано і пройшло гідравлічні випробування 178 систем із 194 запланованих. Виконаний ремонт покрівлі на 48 жилих будинках. По тепловому господарству міста під час проведення робіт з підготовки до опалювального періоду 2014-2015 років на котельній номер 2 по вулиці Садовій 1 виконано. Поточний ремонт котлів ПТВМ-30М номер 1 та номер 2, а також КГВМ-50 номер 3 та номер 4. Технічне посвідчення котлів номер 1 та номер 3. Виконуються роботи з капітального ремонту теплових мереж міста Ильичівська. На теперішній час замінені сальникові компенсатори діаметром 500 мм 2 одиниці в магістральній камері по вулиці 1 травня. Закінчені роботи по заміні сальникових компенсаторів діаметром 700 мм 4 одиниці в магістральній камері по вулиці Перемоги. Завершені роботи з поточного ремонту усіх магістральних та квартальних теплових мереж загальною протяжністю 55 тисяч 303 метрів у двотрубному обчисленні. Проведені гідравлічні випробування теплових мереж. Згідно з графіком планово-попереджувальних ремонтів, на 20 центральних теплових пунктах виконаний поточний ремонт. Замінені на нові регулятори температури на централізованих теплових пунктах номер 8, 15 та 66. По підготовці мереж холодного водопостачання міста виконана перекладка аварійних мереж водопроводу загальною протяжністю 954 погонних метрів. Заміна запірної арматури діаметром 50 мм – 3 одиниці, діаметром 80 мм – 1 одиниця, діаметром 100 мм – 5 одиниць, діаметром 200 мм – 1 одиниця, діаметром 400 мм – 1 одиниця. Проведена заміна насоса одного по вулиці Парковій, 20. Виконана промивка з дезінфекцією резервуарів. 2 тисячі кубічних метрів та 5 тисяч кубічних метрів. На водопровідних мережах виконано заміну одного пожежного гідранта. Монтаж одного пожежного гідранта, п'яти пожежних гідрантів відремонтовано. Триває капітальний ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів. Відділом освіти Лічівської міської ради Одеській області начальник відділу Валерій Кушнір. Підготовка систем центрального опалення шкіл та дитячих садків до роботи в осінньо-зимовий період виконана в повному обсязі. Разом тим, із трьох систем центрального опалення об'єктів охорони здоров'я, головний лікар Іллічівської басейну в лікарні на водному транспорті Олена Кузей, не підготовлено жодного. Негативно впливає на хід підготовки до осінньо-зимового періоду заборгованість підприємств і організацій міста перед комунальними підприємствами Іллічівськ Теплоенерго та Іллічівськ Водоканал. Заборгованість за споживання води перед комунальним підприємством Іллічівськ Водоканал населення міста будинки місцевих рад на 1 серпня 2014 року – 1 мільйон 136 тисяч 868 гривень 56 копійок. На 5 липня 2014 року об'єднання співвласників багатоповерхових будинків «Промінь» – шкільний провулок 4Б – 102 тисячі 515 гривень 29 копійок. Комунальне підприємство «Сухолиманське село Сухий Лиман» – 138 тисяч 604 гривні 36 копійок. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оліткомсервіс» – 261 тисяча 82 гривні 1 копійка. Заборгованість перед комунальним підприємством Ілічівськ Теплоенерго станом на 1 серпня 2014 року складає 4 мільйони 212 тисяч 142 гривні, в тому числі населення 3 мільйони 883 тисячі 992 гривні. Враховуючи стан підготовки житлово-комунальних об'єктів міста до роботи в осінньо-зимовий період, керуючи статтею 52-ї Закони України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Ілічівської міської ради вирішив, перше, керівникам підприємств і організацій міста, перше, прийняти необхідні заходи щодо погашення боргів за спожитті тепло і воду, а також до 10 вересня 2014 року підготувати об'єкти житлово-комунального господарства, особливо житлові будинки до роботи в осінньо-зимовий період. Друге, привести в готовність всю спеціальну техніку і механізми для виконання робіт на вулицях і дорогах на випадок ожеледиці та снігопадів, провести заготівлю необхідної кількості пісочно-соляної суміші, попередити керівників підприємств і організацій міста, що за несплату боргів їх об'єкти, в тому числі і житлово-комунальної сфери, можуть бути відключені від теплопостачання, газу та водозабезпечення в порядку передбаченому законодавством України. Третє, дане рішення прилюднити в засобах масової інформації. Четверте, керівникам комунальних підприємств Ілічівськ Теплоенерго, Ілічівський водоканал, міське управління житлово-комунального господарства Ілічівської міської ради, директорам приватних компаній, засобам масової інформації активізувати роз'яснювальну роботу серед населення та юридичних осіб щодо необхідності, своєчасних та в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. П'яте, контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ларису Пічихчі. Дому номер 2 по улице Хантадзе более 70 лет. Во времена ввода дома в эксплуатацию реч не шла о такой нагрузке на електрическую проводку, какой подвергаются сети сегодня. Наш дом был введен в эксплуатацию в 1957-м или в 1958-м году, то есть в прошлом веке, вот считайте, сколько ему годочков. Если сравнивать, какая нагрузка была в то время на каждую квартиру и сейчас, то, конечно, нет никакого сравнения. За эти годы, конечно, все это уже и морально, и физически устарело, все практические коммуникации устарели. Нарушение изоляции проводки и устаревшие ветхие провода, пролегающие под деревянным перекрытием, в любой момент могли привести к пожару. Очень много было так называемых скруток. Естественно, это могло привести в любое время к просто воспламенению и пожару в доме. С появлением большого количества бытовых приборов нагрузка на электрические сети возросла многократно. Поэтому капитальный ремонт проводки в 9-м и 10-м подъездах старого дома вызван острой необходимостью. На Хантадзе-2 произвели замену стояков, произвели замену щитов этажных и капитальный ремонт водно-распилительного щита. То есть заменено абсолютно все по энергообеспечению жилого дома. По словам жителей дома, сотрудники горжилуправления провели работы по замене проводки и установке нового оборудования в кратчайшие сроки. Подготовительные работы провели без отключения и отключили, я не помню точно даже, на полдня или сколько там, для того, чтобы уже ввести все это дело в эксплуатацию. Хочется выразить огромную благодарность главному энергетику жилищно-коммунального хозяйства, его ребятам, которые сделали все довольно, даже с точки зрения эстетики, довольно прилично сделали. Для проведения этого вида работ горжилуправлением было выделено более 45 тысяч гривен. Сейчас электрики ГУЖКХ ведут подготовительные работы по замене стояков в отдельных подъездах домов 17, 19 и 25 по улице Ленина и планируют завершить ремонты в течение месяца. Санэпидстанции водного транспорта С 19 по 27 августа в контрольных точках города было отобрано 10 проб водопроводной воды и 12 проб морской воды. Все они соответствовали санитарным нормам. Также было отобрано две пробы артезианской воды. Одна из них не соответствовала санитарным нормам. Был обследован один объект торговли и общественного питания. Составлен один протокол и постановление о наложении административного штрафа. Во вторник днем во дворе дома номер 3 по улице Труда упал старый клён. Внешних признаков увядания дерева не проявлялось, поэтому его внезапное падение стало полной неожиданностью для жителей близлежащих домов. На территории Ильичевска растет около ста деревьев, нуждающихся в сносе, и сотрудники предприятия Зеленхоз планомерно удаляют сухостойные деревья согласно специальным актам. Старый клён долгое время украшал двор дома номер 3 по улице Труда. И хоть возраст клёнов может исчисляться даже сотни лет, это дерево погибло гораздо раньше отпущенного природой срока. Дерево было признано сухостойным и стояло в плане на снос, хотя внешних признаков увядания не было заметно. Процесс оформления документов на уничтожение сухостоя занимает от полутора до двух месяцев, и до злополучного клёна просто не дошла очередь. К счастью, во время падения дерева никто не пострадал. На сегодняшний день в городе растут десятки деревьев разных возрастов, которые признаны сухостойными или аварийными. Именно аварийные деревья сотрудники Зеленхоза сносят в первую очередь. В среду работники предприятия срезали старую акацию, растущую возле дома номер 3 по улице Труда со стороны дороги. Естественно, большинство аварийных деревьев находятся в старой части города, поэтому зеленые насаждения там обследуют с особой тщательностью. По информации Личевского городского отдела милиции, с 20 по 27 августа оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 140 сообщений и заявлений граждан о правонарушениях и других происшествиях, из них 21 с признаками уголовных преступлений. В субботу 23 августа от жительницы города Личевска поступило заявление о том, что примерно в 17 часов в парке Приморске у нее сумочки похитили 400 гривен и другие вещи, на общую сумму 900 гривен. Проведенными оперативно-разысленными мероприятиями сотрудниками криминальной милиции по делам детей Личевского ГО установлена несовершеннолетняя жительница города Личевска, которая дала признательные показания и выдала похищенное имущество. По данному факту открыто уголовное производство ведется досудебное расследование. В субботу 23 августа от жительницы города Личевска поступило заявление о том, что в помещении школы танцев по улице Парковой в городе Личевске у нее похитили портативный компьютер iPad mini и кошелек с деньгами в сумме 2100 гривен, причинив материальный ущерб на общую сумму 7500 гривен. По данному факту открыто уголовное производство ведется досудебное расследование. Уважаемые жители города Личевска, милиция предупреждает, будьте внимательны к своим вещам, не оставляйте их без присмотра, чтобы не стать жертвой правонарушителей. Завершают наш сегодняшний информационный выпуск новости культуры. В летнем зале культурно-делового центра Личевского морского торгового порта состоялся дебютный концерт работника порта, певца Алексея Кривоносова. Начинающего артиста поддержала его преподаватель по вокалу, народная артистка Украины Лариса Стадниченко. В летнем зале культурно-делового центра Личевского морского торгового порта в пятницу вечером собрались любители лирической музыки. На сцене с дебютной сольной программы «Портовик» Алексей Кривоносов. В зале за своего ученика волнуется народная артистка Украины Лариса Стадниченко. Очень переживаю. Лучше самой выйти и спеть сольную программу, нежели слушать своих учеников. Я очень волнуюсь. Тем более, это его первая премьера сольного проекта. За небольшое время способный вокалист сумел доказать преподавателю, что достоин ее усилий. Буквально год тому назад, когда был всем известный в нашем городе конкурс, фестиваль «Серпневый Заспев», и хор нашего Ильичевского морского торгового порта участвовал как хор, был участником этого проекта, буквально, ну и многие другие коллективы, безусловно, то после этого концерта подошел ко мне один из участников этого хора и сказал, вы бы не могли меня вот просто прослушать. Вот я много лет пою в хоре, но вот что-то мне хочется сделать самому. Я говорю, ну пожалуйста, придите, придите, я вас послушаю, послушаю ваши данные индивидуальные, если это все подходит, пожалуйста. Сегодня Лариса Стадниченко как педагог примет участие в концертной программе Алексея Гривеносова. Песни настолько популярные, настолько любимые, и, конечно же, они о самом главном, о любви. В основном это будет лирика. Для того, чтобы как-то разукрасить концерт и внести какую-то интересную режиссуру, конечно, я взяла лучшие голоса детские своего класса. Юные вокалисты сделали концертную программу более разнообразной и порадовали зрителей своими голосами. Юные вокалисты сделали концертной программы более разнообразной и порадовали зрителей своими голосами. Юные вокалисты сделали концертную программу более разнообразной и порадовали зрителей своими голосами. Поддержать Алексея Гривеносова пришли и его коллеги по хору ветеранов порта, в котором он пел несколько лет. Мне очень приятно, что Алексей дорос как вокалист, что у него очень хороший преподаватель вокала Стадниченко Лариса Леонидовна. И я надеюсь, я желаю ему творческих успехов и всего самого-самого лучшего. Сам Алексей старается не показать своего волнения, не подвести знаменитого педагога и порадовать публику. Немножко переживаю, просто все-таки первый концерт сольный, такого еще не было. Выступления были, но так, чтобы на таком уровне нет. Но благодаря поддержке моему учителю Ларисе Леонидовне Стадниченко я стараюсь быть в форме. У нее я стал лауреатом всеукраинских конкурсов в городе Севастополь в Крыму. Нажали, он уже не наш. Я благодарен всем своим зрителям, которые сегодня выделили время на мой концерт. Спасибо вам всем огромное. Действительно, вряд ли кто-то пожалел, что пришел на концерт Алексея Кривоносова. Любители лирической музыки смогли получить настоящее удовольствие от творчества молодого исполнителя. Дверь, а ты, друг друга весна отнимают веки, Они в окне начинстве, веки души, как две весны, как я, ты. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.